Марка Чаньань объявила перезапуск на российском рынке. Часть стратегического плана – вывод новых моделей. До сих пор китайский бренд продавал у нас три кроссовера. Компактные CS35 и CS35+, а также крупный CS75. Теперь компанию им составят средний CS55, который по размерам напоминает Volkswagen Tiguan. В Китае эта модель недавно пережила масштабный рестайлинг, но мы получим дореформенный вариант. Двигатель всего один. Полуторалитровый турбомотор, с которым можно заказать шестиступенчатые механику или автомат. Привод только передний. Базовая комплектация Comfort включает две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, электрические стеклоподъемники и восьмидюймовый экран медиасистемы. Комплектация Luxury вдобавок дополнена камерой заднего вида. А самый дорогой вариант предложит двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему, круиз-контроль, камеру бокового обзора и люк. Российские дилеры открыли прием заказов на рестайлинговый Jaguar F-Type. Напомним, что главные изменения сосредоточены во внешности и мультимедиа. Так, в салоне теперь цифровые приборы на экране диагональю 12,3 дюйма и новый медиа-центр Touch Pro. Продавать в России будут три модификации F-Type. Заднеприводный Jaguar оснащается двухлитровой турбо-четверкой или трехлитровым V6. Стартовая цена закрытой версии без четверти 6 миллионов рублей. А самый доступный Roadster оценен в 5 миллионов 928 тысяч. Единственная полноприводная версия это F-Type R с 8-цилиндровым мотором и перекалиброванным 8-ступенчатым автоматом QuickShift. Официальное начало продаж намечено на весну 2020 года.